8 48 на остановке то и самое ничего не поменялось в таком же состоянии четырехэтажка так какой-то бусик едет сейчас интересно и в какую сторону мне на белгород или на одессу сразу флаг беларуси вижу но неофициальный так все-таки беларусь слышали что где-то ездить на единичный случай не часто поэтому посмотрим так ну что стою от сумочки такие пакеты слава богу все хорошо там что-то пригодится что пригодится этого все пусть будет уже тут так пообщались с валентин александр говорит что неизвестно что будет и с директором следующий год и в этом году тоже мы также непонятно что получается поэтому такая очень хорошая ситуация так это проезжает по всей видимости нам бы рейсовую маршруточку я думаю так хорошо где-то утро еще не совсем жарко 8 48 ну думаю пару часиков у меня на переезд уйдет так вроде настроение утренние такое бодренькая павел федорович сожалению да даже не успели видео так что давайте двигаемся вперед полет нормальный маршрутки до одессы ну на одессу маршрутка и выйду после поста гаи на остановке и там еще надо будет шестеркой доехать до дорожника 50 гривен поезд супер вот это минут 15-20 я постоял на остановочке так людей хватает вообще-то так достаточно но ветерок свежий супер так что двигаю дальше пакет здесь супер все получается но уже скоро скоро уже скоро буду мальта 9.30 время мост 9.30 трескость конечно сейчас проявится перед нами в полской не будет сказал сказал водитель или же это следующее будет мая Мост ГАИ, я так припоминаю. Вот так людей больше. Так что приближаюсь где-то в Костововск и еще и на 6-й момент. Надо будет мне пересесть и двигаюсь дальше. Мост получается вот. Костовский хвост стратегического значения. Он связывает и часть фашисты. Так, ну я когда буду готовиться, чтобы не проехать мимо, то еще заедем на мост, а там оттуда не выйдем. Где-то скоро мне и выходить. Давайте, даемся вперед. 9.35. Вот я уже на этой остановочке, знакомой мне, все узнаю. Именно здесь я начинал по Затоке тут свой путь уже автобусом маршруткой 6-й. А это была на Одессу вот 50 гривен до этой точки. Ну и дальше там 7-10 гривен будет. То есть вот буквально все быстро, четко складывается. Пакеты, правда, ручка лопнула, хлопнула. И там пакет полетел еще в маршрутке. Ну, заполняемость была 95%. То есть у меня свежий воздух, открытые флотнички, было все хорошо, классно. Так что мне сейчас прямо и направо, на дорогу, на дорожник. Еще там сколько? Минут, наверное, ну 15-20. Вот где-то вот с той стороны, где белая маршрутка будет выезжать, сказал водитель. Все деликатно. Да, спокойно. Так что все хорошо, пожелал счастливого пути. И супер, двигаюсь дальше. Как раз вот уже сейчас и на работку сразу. Потому что супер. Вот здесь также я с поезда, помните, посмотрите видео, где сошел. С сумками также здесь еще не знал, в какую сторону мне идти и ехать. Тут я уже местный, уже знаю, да. Так что вот так, хорошо. Орешка продолжает путешествие морское. Ну и завершает поход свой, да. Вот был по пляжу вчера. Ой, где-то ноги сточились так чуть-чуть. Но ничего, сейчас все отойдет, придет в себя. Я думаю, будет все хорошо. В маршрутке, по идее, тут ходят часто. Я думаю, что в течение получаса появятся. Люди, смотрю, есть. Кто на пляж. Кто на пляж. С пляжа вряд ли. Утро все же. Так что все. Самое главное, что вот. Вот сейчас вам покажу распаковку, если показать. Фуражка офицерская орешка. Хорошо, что она сохранилась. Но я уже тут упаковал. Ну, для приколов, для фотосессий реквизит пойдет. Отличная, дома лежала в пыли. А будут одевать с удовольствием. Я просто уверен в этом. Что она вызовет фурор, интерес и ажиотаж. Не только у детей. Офицерская ночфиза. Ночфиза. Кто-то говорил, милицейская там. Она парадная. Вот их было там у меня вроде несколько. Вот осталась одна. В романтике. Одевали отдыхающие. С удовольствием есть фотки. Флаги тут также у меня есть. Интересные, разные. В общем, так для работы тоже много важных вещей. Так, хорошо. Давайте ждем маршрутку. И дальше продолжим уже походы. Орешка с вами. Затока. Черное море. Бугас. И поход продолжается уже в обратную сторону. Пока 7 мы прошли вчера. Сейчас уже остается рядом до Мальты. Чуть-чуть рукой подать. Давайте. Солнышко так. Небо. Комфортная, приятная погода. И так даже не чувствую усталость. Хотя вот, да, действительно, вчера пара труппер. Но ничего. Сегодня все восстановился. Еще полдня мне день. Дайте ночь продержаться. И орешек будет свежий. И активный. Вот здесь. Так что вот так. В автобусе. Одна в маске была девушка. Вы видели. И так она ее плотно одела. На нос. Под нос. Но может, есть инфекция. И предохраняет других. Это вот тоже такой момент может быть. Хорошо. Все, вперед, ребята, да? 9.55. 9.55 уже вот здесь еду. Сначала стоял. Было побольше людей. Ну и так душновато с финанса. Так еду. И я продолжаю ход. Ну и уже на полпути уже, наверное, делаю. Конечно, 7 июля не ехал так. Сегодня уже все по-другому. Намного больше машин. Намного больше людей. Намного больше машин. Да. Душновато с финанса. Особенно, когда стоим. Трубка. Полу-жесть. А через 5 минут будет полная жесть. Это светодорост. Так, ладно, хорошо, давайте. Так, ладно, хорошо, давайте. Вот здесь настоящая парня. Пешком далековато. Смотришь, как себя. Вот это, конечно, полная торба. Уже мы тут топчемся. Ну, пока около 10 минут. Но эти минуты заменяют весь поход через косу. И силам. Люди переживают. Ждут. Два автобуса тут застопорили. Вот, смотрите. Ну, Шанхай настоящий. Дети, люди, машины. Каней, которые не хватает. Это жестянка. Вот все, кто туда, и сюда, и откуда. И душно, конечно. Не спасает. Ну, и тебя закатает. Ну, так, по ветру, и дальше дальше. Это, конечно. Еще и видео снять. Такое. Ну, вот этот участок, самый такой проблемный, мне кажется. Также будет весь август. Вот тут, Бугаса, ЛЖД. Поворот, когда идет от затонки. А, ну, вот тут уже просветный видим в царстве. При стоянке, целых точек. Ну, так, что, там не можно машину на стоянке поставить? Можно, но я не могу. Там стоянка. За стоянку платить надо, понятно. Это мы прекрасно понимаем. Одно раз уже приехали отдыхать, то... Да, конечно. С локтя, сейчас покажу, капает. Вот, локоть покажу, я сегодня. Вот, сейчас уже. Ну, вроде набираем скорость. Так, ладно, тоже сложно. А мне за поздно? Поехали. На мне, южанка. Не забудь-ка там за день. Спрашивала. Ой, ес, прибыл я. В родную деревню, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот так, 7 гривен еще от вокзала получилось, от той остановочки. 57 гривен от курортного получилось у меня ровно сюда дорога. Ну, вот, единственное, там пробки. Два автобуса встали в центре, и это было жесть. Водитель говорит, ну, выдержка мощная, я пообщался. Говорит, ну, и может, и бывает такое. Я спросил, каждый день такие пробки. Говорит, ну, это из-за двух автобусов стоянка 10 гривен. Поэтому, так, хорошо, давайте. Приятный звонок вот сейчас здесь, уже на станции Дорожник, от Андрея Златова, из Романтики. И мы буквально, ну, минут, наверное, 10 так приятно пообщались о отдыхающих, обстановке в Романтике. Что, как, так, супер. Говорит, заходи, еще где-нибудь позвонил. Ну, я знаю, что у вас много дел, Андрей Федорович, поэтому так отвлекать по пустякам тоже. Вот, ну, охранники доложили, что был Орешек, да. Ну, и вот такой звонок тоже мне приятный. Воспоминания только хорошие, только приятные. Супер. Ну, я вот так уставший, но все-таки стараюсь все-таки, да, свое путешествие, так я на эмоции. Конечно, я передаю романтикам дорогие огромный свой привет. Уже здесь я нахожусь, это дорожник, сейчас мне еще надо пешком прошлепать в ту сторону. Так что приятный звонок, благодарю вас, Андрей Федорович, романтики. Я думаю, что еще встретимся так, поговорили, приятно. Есть аква, фитнес, аэробика, ну, и танцы. О, Ирюша, все, давайте, дорогие, я дальше уже на финишной прямой. Все, давайте, Орешка, ой, здорово так. Ну, видите, что я буду отвлекать, да, так приятно. Если быть точным, 10.31 сейчас время, часики тихают, обстановка чудесная, прекрасная, я на месте. Вот маршрут, прикиньте, как у меня получился. Вчера вышел в 13, сейчас. Ну, так, будем считать, да, сейчас мне пока еще сложно. Да, ну, меньше, ой, суток получилось. Так, пакеты есть, конечно, слегонца утомился, ну, так, как уже в родной деревне, в родной дом пришел. Действительно, хочется позаниматься, расслабиться, но бодрость духа есть присутствует. Так что, супер, ребята, на месте. Я думаю, что все окей. Так что, супер. Ну, и 57 гривен, так, получилось. Дорога у меня, 50 до остановки здесь, до Бугаса, и 7 гривен тут дальше, с легкими пробками. Пусть это будут легкие пробки, там, на 10 минут, но это хватает, да, чтобы с локтя капало даже, в общем, так душновато, конечно. Детям там сложно было. Так, все, я приступаю. Поехали. Всех благодарю за внимание. На этом поход экстремальный, да, шикарный, грязи, путешествия. Закругляем, и все отлично, все в порядке, я приступаю к дальнейшим действиям. Счастливо всем, Орешка с вами, ждите, смотрите, подписывайтесь, колокольчики, ждите следующих репортажей, они, возможно, будут более интересны. Давайте, чао, какао, афи, друзей, гудбай, и Орешка, естественно, с вами, ес.